Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Марина Уордс. Я хочу предложить вашему вниманию мою новую картину, которую я записала в мастер-класс по этой картине. Это пейзаж, это летний пейзаж. Центром этой картины является такой красивый прудик. Я назвала эту картину «Уютный уголок». Можно себя представить сидящим на берегу этого прудика. И, может быть, там расположены какие-то красивые качели, какая-то скамейка. Мы смотрим на наш прудик и наслаждаемся тишиной, обычно, которая бывает на пруду тишина, какое-то спокойствие, природа нас окружающей. То есть вот такой уютный уголок. Если вы когда-то были в таких уютных уголках, что я уверена, многие из вас, наверное, побывали и видели, эти какие-то укромные такие уголочки, и где очень хорошо посидеть немножко, может даже помечтать о чем-то, то я думаю, что вы напишите эту картину с большим удовольствием. А также, если сейчас лето, если вам нравится писать очень много летних пейзажей, вам нравится писать воду, то я думаю, что вы тоже с большим настроением, а желанием напишите вот эту картину вместе со мной. Как вы видите, на этой картине изображено очень много растительности. Здесь находятся большие деревья, которые окружают этот пруд. Они находятся, как мы видим, деревья есть на заднем плане, есть те, которые ближе к нам. Здесь два таких самых центральных дерева. Это голубая, наша голубая ель, а также японский клён, вот именно японского клёна, вот такие красноватые листочки, и он здесь изображен. А также ближе к пруду находятся различные травы, которые растут около пруда, и, конечно же, цветы. Здесь большие красные цветы, это маки, которые растут вокруг пруда, и также большие, мы видим, что здесь большая трава такая, трава цветет, и мы видим это цветение, когда большое количество маленьких цветочков на траве формируется, то есть они тоже здесь выписаны на этой картине. А также здесь очень интересная вода, как вы видите, всегда вода как бы завораживает зрителя, и отражение в воде, всегда очень интересно и писать, и потом смотреть на него. Здесь такой интересный приём, который, я думаю, что встречали многих художников, где мы в отражении в воде можем представлять какое там небо наверху. То есть здесь, там, где должно быть небо на картине, его совсем немножко видно, он как бы проглядывает сквозь деревья. Но мы можем понять, что сегодня яркий солнечный день, посмотрев на отражение воды, отражение неба в воде этого пруда. Да, мы видим, что очень много жёлтого, светлого здесь, и представляем такое красивое голубое небо, безоблачное, возможно, или малооблачную погоду в этот день. Но так как здесь очень много деревьев, то этот уголок у нас, конечно, затенён здесь, очень много теневых мест. Но также мы видим, что проглядывает и солнышко. И солнышко здесь как бы, наше растение, наша вода ловит эти солнечные зайчики. И мы научимся с вами, как писать вот такую комбинацию, где у нас есть ебэ-места, и есть вот эти вот солнечные зайчики, которые мы выделяем, конечно же, более яркими оттенками зелёного, жёлтого, в некоторых случаях даже белого на воде. То есть в этом уроке это об этом рассказывается. Итак, если вы посмотрите этот урок, то вы увидите, как написать вот такую интересную воду, как написать деревья на заднем, на переднем плане, как написать растительность вокруг пруда, цветы. Эта картина написана большими мазками, можно сказать, в таком импрессионистском стиле, поэтому вам понадобятся щетинки, где-то может быть полтора сантиметра, сантиметр, в зависимости от того, какого размера холст вы возьмёте. То есть чем больше холст, тем больше у вас должны быть размеры вашей кисточки. Чем меньше холст, конечно, можно взять чуть поменьше. И здесь, как видите, очень много, очень много различных цветов, оттенков. Вам понадобятся различные зелёные, возьмите все какие там у вас есть в вашем наборе, травянистые зелёные, зубродные зелёные. Также голубые и синие, оттенки бирюзовые хорошо подходят для этой картины, голубая ФЦ, также розовый, фиолетовый, кармий красный, здесь мы будем использовать белила, различные жёлтые кармии, жёлтые лимоны, если у вас есть. То есть все эти цвета нам пригодятся в этой картине. Итак, я надеюсь, что у вас будет время и желание написать вот такой уютный уголок вместе со мной. Пожалуйста, если вам нравится, посмотрите этот мастер-класс. Я буду с удовольствием ждать. Если вы напишете эти работы, обязательно пришлите их мне. Я очень люблю смотреть на то, что у вас получилось. Я обязательно прокомментирую ваши работы. Если у вас есть какие-то вопросы в написании, пожалуйста, также обращайтесь ко мне. Спасибо, друзья! Будем творить вместе! До свидания!